Здравствуйте! В прямом эфире православная энциклопедия. Сегодня мы хотим поговорить с вами о том, какими должны быть отношения между священником и прихожанами, какие проблемы прихожанин должен обсуждать со священником, а какие должен решать самостоятельно. В чем состоит послушание? Имеет ли право мирянин принимать решение самостоятельно, или ему необходимо брать благословение у священника на каждый шаг своей жизни? Как найти духовника, и насколько это необходимо? Эти и другие вопросы мы сегодня обсудим в прямом эфире с нашим гостем, настоятелем храма святых Космы и Дамиана, протеерей Федором Бородиным, и постараемся вместе с ним ответить на них. Звоните, задавайте вопросы, делитесь своими переживаниями и своим опытом. Телефон прямого эфира 789-3030. А пока вы готовитесь к беседе, новости православной жизни. 10 июня русская православная церковь отметила 18-ю годовщину со дня интронизации святейшего патриарха Алексея. В этот день его святейшество совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя. За годы первосвятительского служения Алексея II в русской церкви открылись десятки тысяч храмов, сотни монастырей. Миллионы людей пришли к вере. Год назад при активном участии святейшего патриарха состоялось воссоединение русской церкви, разделенной многие десятилетия. Мы берем, что Господь благословит церковь нашу единство, которое всем нам нужно укреплять и сохранять. Восемь крестных ходов участников международной акции под звездой Богородицы соединились в Москве. Паломники из Владивостока, Барнаула, Архангельска и многих других регионов России несколько месяцев шли ко храму Христа Спасителя с державными иконами Божьей Матери. Маршрут крестного хода из Иерусалима проходил через Украину. По пути его участники собрали больше 15 тысяч подписей в защиту единства русской и украинской православной церкви. Сегодня праздник, это милость Божия, когда все соединились, когда друг друга узнали, все о ком слышали, все лучи сошлись. Это, конечно, чудо Божие. И действительно, в мире нет такого случая, чтобы были настолько масштабные пешие крестные ходы. В храме Христа Спасителя участников крестных ходов встречал Святейший Патриарх. Алексей II возглавил благодарственные молебен и поздравил всех с юбилеем главного храма страны. Завершается грестный ход и завершается день 125-летнего юбилея с момента освящения первого храма Христа Спасителя. Справа всех вас! История письма в России. Так называется уникальный проект, который был представлен в эти дни в Государственном архиве России. Его авторы объединили вместе информацию из библиотек, музеев и архивов нашей страны. На одном компакт-диске собраны сведения и иллюстрации по истории отечественного слова. От появления письменности на Руси и первых русских азбук до самых современных технологий. Здесь можно увидеть, как выглядят такие древние святыни, как Астромирова Евангелие и Новгородская Псалтырь и многие другие редкие книги. Фестиваль старинной музыки «Живая старина» уже в шестой раз проходит в Ростовском Кремле. В эти дни сюда приезжают любители русского фольклора из самых разных регионов. А в этом году в рамках Большого фестиваля прошел и детский концерт, в котором участвовали больше 10 коллективов народной музыки из Москвы и Петербурга, Тулы и Петрозаводска, Ростова и Варнец. Самым маленьким участникам из дома ребенка в Петровске всего 4-5 лет. Они вызвали в зале настоящую овацию. А ребята постарше выступали, как настоящие артисты. Второй детский фестиваль «Живая старина» завершился, а его участники уже готовят новую программу, которую покажут в Ростове будущим летом. Напоминаю о том, что сегодня в прямом эфире я отвечаю на ваши вопросы. Тема нашей беседы «Священник и прихожанин. Как должны строиться отношения в приходе?» Мы ждем ваших звонков, ваших вопросов на эту тему. Делитесь своими переживаниями и своим опытом. Номер телефона в студии 789-3030. Мы попросили одного из известных и авторитетных московских духовников, протеерея Владимира Волгина, рассказать о своем взгляде на эту проблему. В самом центре Москвы, напротив Кремля, стоит храм Софии Премудрости Божьей. Среди его прихожан есть ученые и военные, политики и люди творческих профессий. Практически все здесь имеют высшее образование. Но это единственное отличие от других приходов с налаженной жизнью церковной общины. Здесь также молятся, исповедуются, причащаются. И также стремятся больше поговорить с батюшкой. И учатся отделять случайное от действительно важного. Благословите меня пойти в магазин. Благословите там еще... Ну, сделать то, что человек обязан делать. Допустим, женщина, она... У нее есть свои женские дела. И не надо на это спрашивать благословение, правда? Это все равно, что нужно там спящему человеку попросить от духовника своего благословить, проснуться и встать, да? В этом приходе у каждого есть свое дело. Отец Владимир помогает людям понять, что изменить в своей жизни и чем помочь другим. Ведь наше спасение напрямую зависит от нас самих. И каждый шаг навстречу тем, кто нуждается в помощи, это шаг на пути ко Христу. Ну, не всем двигать огромные какие-то камни. Кто-то может просто вот, я не знаю, отнести просфор. Батюшка сегодня дал и в большом отнесу просфор. Причем я знаю, что он был просто счастлив, он не ожидает этого большого просфора принесет. У каждого в церкви есть свое призвание. Не только у священников, но и у мирян. По мнению отца Владимира, смысл послушания и состоит в том, чтобы исполнить это призвание. Призыв Христа. Будьте светом для мира и солью для земли. Это ведь касается абсолютно всех. Не только первых иерархов, священников, служителей церкви, вообще каждого христианина или христианки. Будьте светом для мира и солью для земли, чтобы люди, в виде ваши добрые дела, прославляли Отца Небесного. Или, как говорил преподобный Серафим Саровский, стяжи мир, он же говорил, не священнику, это, а говорил всем людям. Стижи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи людей. Вот что должен делать каждый христианин, каждый из нас. Напоминаю о том, что сегодня в прямом эфире я отвечаю на ваши вопросы. Тема нашей беседы священник и прихожанин. Как должны строиться отношения в приходе? Мы ждем ваших звонков, ваших вопросов на эту тему. Делитесь своими переживаниями и своим опытом. Телефон в студии 789-3030. Наш гость сегодня на строительстве храма святых Космо и Дамиана протоиерей Федор Бородин. Здравствуйте, отец Федор. Добрый день. Мне уже передали наши редакторы, что у нас есть первый звонок. Давайте послушаем его. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вот я попросил священника из нашего прихода, чтобы он стал внедуховным отцом. Но он мне отказал. Что мне делать? У нас в других церквей нет поблизости. И я вот остался в недоумении. Как мне быть? Хорошо. Спасибо. Мы сейчас попросим отца Федора на этот вопрос ответить. Вот как быть человеком, который ищет духовного отца, просит священника быть ему духовником, а тот говорит, что нет, не могу. Вообще есть священник на это право? Как вы считаете? Мне кажется, что отношения с священником как с духовным отцом должны складываться достаточно долго. И бывает так, что человек незнакомый подходит к священнику и говорит, будьте моим духовником. Священник говорит ему, давайте сначала познакомимся, вы подумайте, походите, посмотрите. У этого человека нет возможности походить в другие храмы. Но если он будет достаточно долго ходить к этому священнику, эти отношения сложатся сами собой. Я думаю, что батюшка из-за этого и пока отказал. А как вообще считается каждый христианин обязан, должен иметь духовника? Может ли вообще духовная жизнь человека быть вполне нормальной, цельной, если он не имеет того, кого мы сейчас привыкли назвать духовным отцом? Наверное, все-таки нет. Наверное, духовник должен быть. Вот я слышал такое очень точное мнение, что сирота может жить хорошо, но многое из того, что доступно человеку, который воспитывали отец и мать, ему, к сожалению, недоступно. В чем-то он ущербен. И вот, если человек живет без духовника, какая-то ущербность в его духовной жизни, наверное, все-таки будет. Хотя, это не является абсолютным препятствием на пути в Царство Небесное. Но что-то ему будет труднее делать. То есть, духовник все-таки это тот, который прежде всего помогает человеку встать на ноги, но не живет за него духовной жизнью? конечно, да. Духовник, мне кажется, что взаимоотношения можно сравнить с взаимоотношениями в семье. Цель отца и матери не прожить жизнь за ребенка и не подчинить его волю себе, а подготовить его к взрослой самостоятельной жизни. Когда человек свободно принимает решения и, естественно, несет за эту свободу, за эти принятые решения, несет ответственность. А вот знаете, я на самом деле даже не во всем с вами соглашусь, потому что мне все-таки кажется, что бывают такие случаи, таких случаев достаточно много, когда человек просто, скажем, живет в таких условиях, когда у него принципиально не может быть того, как мы с вами понимаем, найти духовника. Потому что мы, скажем, живем в большом городе, у нас больше 500 храмов в Москве, огромное количество священников, среди которых всегда можно себе выбрать или познакомиться, или наладить отношения с человеком опытным, и равным душой, там, созвучным по духовному настроению. Но есть такие места, где, ну, скажем, у деревни служит священник, вот, есть тот приход, который складывается вокруг него естественным образом, и его в духовнике себе уже как бы не выберешь. Он естественным образом становится настоителем прихода и настоителем всех тех людей, которые в этот храм приходят. Можно ли его считать духовником? Или это касается немножко другие отношения? Ну, обязательно кого-то назвать духовником в такой ситуации? Вот я, правда, и говорю, мне кажется, что просто само по себе отношение к священнику, как человеку, который принимает твою исповедь, и который ведет тебя по жизни, это уже отношения, в общем, духовные отношения между прихожанином и духовником. В этом смысле любой настоятель является в какой-то степени духовником своих прихожанин. Своих прихожанин. Мне кажется, что отношения должны постепенно перерасти, и это задача священника за отношения как к духовному отцу, как, может быть, в отношении к старшему брату, скажем так, когда действительно все перед Богом братья и сестры, просто кто-то чуть более опытный. Вот, наверное, это цель настоящего духовничества тоже, возрастить человека. Давайте примем еще один звонок. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Меня зовут Светлана. Здравствуйте. Дело в том, что, допустим, когда мне было, когда, в общем, мне исполнилось 18 лет, я приняла христианство. Мои родители другого вероисповедания. Когда они начали потом приходить в мечеть, их в мучить не пускали. Говорили, что они плохо воспитали свою дочь. А я даже не могу к исповеди подойти. Я не знаю, как без чего начать вообще. Вы в Москве живете? Вы живете в Москве. Вы еще после крещения ни разу не исповедовались? Нет. И не причащалась. И не причащались ни разу. Проблема у вас с вашими родителями до сих пор остается? Вы с ними в контакте, вы с ними общаетесь? Нет, мы общаемся, ничего, мы общаемся. Но я очень боюсь, и говорят, что может какое-то проклятие быть или еще что-то, но я в это не верю. Да, спасибо, Светлана. Мы сейчас постараемся со Сум Федором вот, ну, как-то что-то вам посоветовать. Отец Федор? Ну, мне кажется, вам 18 лет уже исполнилось, и вы можете принимать решения, касающиеся вашей жизни и духовной жизни самостоятельно. И мне кажется, что вам надо начинать ходить в храм, исповедоваться и причащаться. И Господь вам поможет. И потом поможет наладить отношения с родителями. Но они должны уважать свободу вашего выбора. Я так понимаю, что, в общем, отношения у Светланы с родителями остались доверительными и нормальными. Светлана, вы знаете, это неудивительно, что когда вы делаете такой серьезный шаг в своей жизни, когда вы действительно выбираете веру и приходите в церковь ко Христу, с вами могут случиться тяжелые такие, как бы, жизненные обстоятельства, которые будут заставлять вас сделать такой настоящий серьезный выбор. Вот, не бойтесь этого. Не бойтесь этого. Вы для себя познали истину во Христе. Вы увидели, что Господь Иисус Христос истинный ваш Отец. И поэтому продолжайте свои шаги ко Христу, так как вы уже сделали первый шаг. После крещения давайте приходите в храм. Хотите вот к отцу Федору приходите. Вы сейчас вот с ним уже познакомились сегодня в эфире. Это храм находится на Моросейке, храм святых Космодина и Ана. Если у вас есть желание, приходите ко мне в храм. И адрес нашего храма это Хохловский переулок, дом 12, находится по соседству храма отца Федора. Это центр Москвы. И у наших редакторов вы можете узнать конкретный адрес. Мы с удовольствием с вами побеседуем, примем вас на исповедь и постараемся помочь вам добрым советом. И вообще мы не случайно позвали в гости отца Федора. При его храме уже не первый год существует духовно-просветительский центр. И там каждый на своем месте. И священник, и прихожане. Мы приехали в Златоустовский центр в четверг. Обычный будний день. Оказалось, что этим вечером здесь пройдут сразу три события. Просмотр фильма о праведном старце Алексея Мичуэля, экскурсия в храм святителя Николая в клиниках и встреча со священником в клубе Самовар. Ну и, конечно, общение с теми, кто тебе интересен. Пожалуй, это главная причина, по которой сюда приходят люди. Сюда приходят и не новоначальные, и не верующие, те, которые хоть как-то уже расположены, конечно. Постепенно приходят иногда наши мужья, дети. Ну и с женой и проще, потому что если муж как ведущий в семье верующий, то, как правило, жена выцерковляется. У нас есть семьи, которые начинали с поломнических поездок, с каких-то концертов в этом центре. Молодежный клуб Самовар появился всего месяц назад. Первыми сюда пришли те, кого принято называть трудными подростками. На самом деле, обычные ребята, которые стремятся больше узнать о вере и задают прямые вопросы. Это для меня важный вопрос. А, собственно говоря, а вот почему это имеет такое значение? Какое, собственно, Богу дело до того, как мы живем и вообще грешим или нет? Христос говорит о тех вещах, о грехах, которые, если мы будем делать, мы будем несчастны. Мы этого не знаем. Нам кажется, что это не так. А он точно знает, что это так. Перед ним вот все, как на ладони раскрыто, история каждого из нас. И он знает, чем ты больше будешь грешить, тем ты будешь несчастнее. Как жить по-православному, если тебя не понимают ни родители, ни ровесники? Ответ на этот вопрос волнует не только самих ребят, но и тех, кто приходит сюда, чтобы помочь ему обрести свою веру. Кто-то придет в церковь, может быть, скорее, чем собирался, а кто-то не придет, кто-то старушку через улицу переведет, кто-то дверь придержит в метро. Потом какие-то события будут в жизни, при которых все это пригодится. Мне кажется, мы в какую-то копилку все откладываем. Подарил создатель душу всякой твари, рыбам в море, птицам в облаках. Легкие стрекозы и гиппопотамы славят Бога на всех языках. Сегодня в прямом эфире мы с нашим гостем отцом Федором Бородиным отвечаем на ваши вопросы. Тема нашей беседы священник и прихожанин. Как должны строиться отношения в приходе? Мы ждем ваших звонков, ваших вопросов на эту тему. Номер телефона в студии 789-3030. Я слушаю вас. Алло, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня большое горе. В прошлом году погиб мой 16-летний сын. Пьяный водитель спел на машине. Батюшка в храме мне сказал, что это расслаб за мои великолепные. Мне очень тяжело с этим жить. В общем-то, я виню себя во всем. Не знаю, смотри, что ли, объясните. Понятно. Спасибо большое. Что я могу вам сказать? Я хочу сказать, что к сожалению, встречаются в нашей жизни такие священники, которых бы лучше, конечно, за порог храма не пускать. Типа того, который вам сказал такие страшные, ужасные вещи. Такое бывает в нашей жизни, что и среди тех, кто носит крест и рясу, вместо того, чтобы сказать слово любви и утешения, человек может услышать от того, кто призван свидетельствовать о том, что Бог есть любовь и Бог есть все высшее милосердие и жизнь, будет говорить такие вещи жуткие, страшные, фарисейские, которых вы в Евангелии никогда не найдете. Вот. Я хочу вам сказать, не принимайте этого. Это не так. Это не так. Мы не платим за наши грехи жизнью или смертью наших детей. Вот. Это совершенно не так. То, что произошло в вашей жизни, то, что произошло в вашей жизни, это совсем не значит, что вы, как бы сказать, простите, я даже разволновался очень сильно из-за того, что вы мне сейчас сказали. Отец, Федор, будь судьбе, продолжай, пожалуйста, я не могу. Мне кажется, что Господь видит судьбу каждого человека. Он видел судьбу вашего Сына и взял его к себе тогда, когда он был ближе всего к небу. И когда-то пройдет время, вы с ним встретитесь. И сейчас это человек, который прожил самую чистую часть жизни, детство, отрочество, и это ваш молитвенник. Здесь у нас нет ответов на вопросы, почему вот именно с ним и с вами произошла такая беда. Наверное, когда мы будем там, мы все поймем. И мы поймем, что Господу нужен был там. Мы пока не знаем, что там делают люди, попадающие в Царство Небесное, но Он был там ему нужен. И когда вы будете стоять перед Господом, вы поймете, что Он был прав. И как это не страшно, может быть, говорить мне сейчас вам, вы будете Богу благодарны. А пока просто молитесь о Его покоении, и вы будете находить утешение в этой молитве, и Ему будет радость. У нас есть еще звонки, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте, я с наступающим праздником. Отец Олег, богословите, тяжко большую Марину. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Богословица. Спасибо, Господи. У меня такой вопрос. Существует ли разница между понятиями духовник и духовный отец? И какая? Спасибо, Господи. Спасибо. Ну, давайте продолжим немножко этот разговор опять о духовнике, духовном отце. Вы знаете, что я думаю, что духовником мы можем назвать любого священника, который принимает нашу исповедь. Внимательного, вдумчивого, молитвенного священника, который слушает нас на исповеди, который дает нам духовные советы, потому что любой священник, который принимает исповедь, он говорит не от себя, а от опыта церкви, от священного писания и от канонов и догматов нашей святой церкви. Это в этом смысле он учит нас, как спастись, как этому учит церковь. Когда мы говорим о том, кто такой духовный отец, это, наверное, особенные отношения, о которых вначале высказал отец Федор, которые должны сложиться через долгий путь узнавания и самораскрытия. Мне кажется, что и духовный отец должен раскрываться перед своими прихожанами, и духовные чадо тоже должны быть совершенно открыты и доступны полностью для своего духовного отца. Может быть, что-нибудь добавить отец Федора? Мне кажется, что должно измениться от простого узнавания отношения священника к человеку. И мне кажется, что меняется оно так. Священник часто видит человека, принимая его на исповедь, начинает за него молиться, начинает постепенно его просто любить. Вот эти отношения, слово отец, оно предполагает любовь. Священник начинает любить этого человека, за него переживать. А самое главное, что это отношение. Да, начинает за него молиться. Молиться, и душа его трепещет за все, что с этим человеком Если беда, то ему больно. И вот в начале передачи прозвучал вопрос об ответственности священника за духовный путь. Мне кажется, слова должны звучать не о формальной ответственности за то, что он сделал, а как за взрослого сына, за взрослую дочь, уже пожилым родителям. Они корят себя, даже если это его выбор, за то, что что-то сделано неправильно, потому что они его любят. И все ошибки отражаются такой раной в их сердце. Когда такие отношения начинают складываться между священником и прихожанином, это уже отношения духовника и духовного чада. С другой стороны, конечно, человек должен полюбить священника как старшего брата, как отца, как человека. И вот эти отношения у него уже чрезвычайно крепки. Причем мирянин должен пройти этап очарованности, понять, что священник это тоже слабый человек и тоже грешный, превозмочь накатившееся разочарование и раскрыть для себя священника как того, кого ему дал Господь, человека, который его просто любит и молится за него. Я благодарю вас, отец Федор, за то, что вы приняли участие в нашей программе. Эта тема поднимает очень много вопросов, и, конечно, ответить на все просто невозможно. Часто христиане воспринимают себя только как посомое стадо, безинициативное и безответственное. Забываю слова апостола Петра, который говорил, вы царственное священство, народ избранный. В этом смысле всякий верующий в церкви является священником, то есть человеком, который освящает тварь, который делает ее святой, что значит Богу посвященной и пронизанной божественной благодатью. Это призвание каждого христианина, не только священника. И мирянин – это не только человек, который живет в миру, это человек, который Христом послан в мир для того, чтобы все, к чему он прикоснется, сделать святыней. Он священник в этом отношении. Наша программа подошла к концу. Ее полную версию вы можете найти на нашем сайте Седмица.ру, где всегда помещаются самые последние новости жизни русской православной церкви, а также религиозной новости со всех концов света. В следующий раз мы расскажем вам об одном из древних московских монастырей, Новоспасском, о его святынях, истории и современной жизни обители. А я поздравлю вас с наступающим днем рождения, днем рождения нашей церкви, днем Святой Троицы. Я прощаюсь с вами и желаю всего доброго. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok